типа водонепроницаемые я молчать не буду спасем наши камеры под водой смотрим внимательно и понимаем под водой чук-чук-чук хлёп-хлёп-хлёп чем-чем всем привет вот действительно мы сегодня будем спасать наши камеры под водой от утопления от захлебывания и так далее так далее эта идея фильма маленького рассказа или фильма рекомендации советы не очень бывалого родились потому что я за два дня мексике утопил две камеры gopro аж страшно вспоминать чистос и и вам не советую больше повторять этих экспериментов значит так в один день утопил семерку gopro во второй день восьмерку все на этом я остановился и продолжил свои съемки с камерой инста 360 я ее не рекламирую ни в коем случае она такая же в будущем будет какие эти утонувшие или захлебнувшиеся назовем они не утонули они захлебнулись от воды и так рассказываю чем причина значит ну начнем с любой семерка восьмерка давайте с восьмерки начнем она захлебнулась она набрала воды вовнутрь и не сразу так снимаешь все нормально под водой вылез на берег туда-сюда смотришь это там снял и вдруг только хопа и умерла или уснула как говорят вот причина причина у восьмерок может и у следующих будет такая же у них одна дверца которая открывается видите одна дверца вот она вот она открывается она стягивается легко да и когда вы ее обратно ставите обратно и оставьте вы прикладываете какое-то усилие вверх вниз бог задницу и так далее неважно потому что вот вы приложили усилия да и потом надо у вас она вроде как закрывается да вы такие счастливы но у вас появляется люфт вот если присмотреться внимательно я пальцем нажимаю и там между этой дверцей и корпусом появляется маленькая и маленькая щелочка она не сразу воду пропускает и не сразу много но вполне если вы часы гребетесь там под водой ныряете за как мы за черепахами за рыбками и прочее прочее или подводной охотой занимайтесь постепенно вода туда проникает и самое неприятное что она проникает и тут находится прежде всего аккумулятор ваш ваша батарея так называемый значит неудачная модель в том что этот зажим вот этот зажим имеет такую скобу металлическую она тонкостенная она является подпружинивающим элементом у скобы которая придерживает эту крышку на месте вот и начинает пропускать воду потому что она недостаточно подпружинивает это первая причина вторая причина то что все эти камеры водонепроницаемые или waterproof их называют еще проще gopro и бы ни были какие бы ни марка от этого не зависит камер они имеют вот здесь вот очень тонкую резинку я даже без очкова не вижу вот очень тоненькая резиночка по бокам идет она сейчас я покажу вот здесь она идет по бокам по бокам по краю по краю этого прямоугольника тоненькая черненькая резиночка тоненькая тоненькая она прижимается и не пропускает воду. Но со временем, когда ваша камера хранится в закрытом состоянии, где-то в ящиках дома, или там у подружек, или дома в семье, постепенно эта резиночка стареет, сжимается, и когда в очередной раз вы ее открываете, поменять батарею, или карточку вынуть, или еще что-нибудь, она уже не так достаточно плотно прижимается, и тоже начинает пропускать воду. Вот одна камера у меня утонула, восьмерка из этой крышки дурацкой, потому что я ее буквально перед поездкой взял, открыл, вот так, как сейчас я показал, а потом на место поставил, и за счет маленького усилия разогнулась, я не заметил, это душка, так сказать. А семерка умерла, потому что у нее просто резиночки застарели, у семерки там вообще две дверцы, видите, одна вот открывается, вот вторая у нее открывается, в одну, значит, вы батарею вставляете, в другую вы просараете, чтобы заряжать, или там еще что-то такое. В общем, понятно, у нее вообще две степени свободы для того, чтобы утонуть или захлебнуться. Там тоже резиночки все эти. Значит, и вы поняли, да, ситуацию. И семерка у меня уснула, потом через день она проснулась, объясню почему, потому что я уже знаю, у меня уже этих камер была тьма, маленькая тележка, вот, сам, типа водонепроницаемая. Самое главное, когда вы увидели, что она у вас под водой, чук-чук-чук, хлоп-хлоп-хлоп, чам-чам-чам, мягко говоря, перестала работать, вы тут же вылазите наверх, открываете крышку и вынимаете батарею. Вынимаете батарею. Это главное. Дальше, дальше протираете сухой салфеткой, сухой, внутри-внутри. И вот так вот на солнышко, или под лампочку. В комнате, лучше под лампочку. Я ставлю под лампочку. В комнате поставил, и пусть она, говорит, чуть-чуть греется от света лампы. Чуть-чуть, чуть-чуть. Главное, достаточно, чтобы было тепло, сухое. И, знаете, так спокойненько, как младенец. Лежит там себе, греется эта камера. Через сутки она проснулась у меня. Семерка. Семерка. Восьмерка где-то? А, это восьмерка. Извините. Вот это семерка. Она проснулась. И я ее через день взял опять под воду, смазал. Я расскажу, как. Ныряла, ныряла, ныряла она со мной. Весь день. И опять уснул. Твою мать. В общем, не повезло. Опять я ее открыл, вытащил батареи. Тур-тур-тур. Опять поставил. Она посохла еще два дня. И она вот у меня работает. Кстати, могу показать. Она работает до сих пор. Смотрите. Вот. Эта крышечка предохранена. Вот, видите? Она включилась. Видите? Она там работает. Видите? А она работает. А восьмерка умерла. Так вот. Значит, теперь. Два способа, чтобы, как я сказал, весь фильм посвящен тому, чтобы спасти ваши и мои теперь уже камеры. Ну, мои не ваши, конечно. Я по бедности вот так рассказываю. Берегу их. Вот. Чтобы спасти от утопления или захлебывания. Первый способ. Первый способ. Вот когда вы их купили или вы считаете, что они у вас влагостойкие, непроницаемые. Ну, как в инструкции написано. Берете силиконовую смазку. Силиконовую. Можете взять простой вазелин. Можете взять, если у вас нет... Вот вы приехали, нет у вас вазелина, нет силиконовой смазки. Пойдите прозрачный вазелин. Ой, не вазелин, а как он называется? Грис у нас по-английски. Ну, в общем, смазка бесцветная. Нет у вас смазки без... Автомобильный. Нет у вас вообще ничего. Нет. Я уже последнее вам назову. Подсолнечное масло. Ну, если и до подсолнечного масла, ну, бывает. Знаете, вы в гостинице. Какое подсолнечное масло? Вам тут сало несут, шампанское. Какое подсолнечное масло? Берете обычный крем. У своей девицы берете этот крем, который на лицо она мажет. И кремом аккуратненько. А я вам покажу. Значит, палочка для ушей, да? Ну, надеюсь, вы найдете. Не найдете, значит, чем-то другим. Туда, значит, макнули, опустили. И обрабатываете вот эту всю вашу резинку, вот эту резинку, этим кремом. Обработали, просмотрели. Хорошо, если палочка с поролоном. Ну, извините, у меня такая. Обработали, посмотрели, чтобы нигде волос не осталось от ваты. От ваты. Потому что это будет источник пропускания воды. И ставите эту плохую дверцу на место. Вот. И закрываете ее. И, кстати, делайте это, даже не снимая дверцы. И еще. У восьмерки камеры, если у вас есть, или там девятка, или следующая модель. Вот это место, где эта дверца отлетает, заклейте здесь скотчем, чтобы она у вас не отлетала. Она не будет у вас открываться до конца. То есть не будет отделяться от корпуса. И не будет нарушаться вот эта дурацкая там петля, которая еле-еле дышит на ладан. Вот это все хлипкое, знаете, как для девочкиных пальцев, называется, сделаны эти камеры. Будьте аккуратны. Значит, то же самое вы делаете у семерки. Смазывайте. Здесь, вот здесь дверца есть такая, вот видите, она квадратная, резинка есть. И с этой стороны, там, где аккумулятор стоит, там тоже прямоугольная, вот здесь вот тоже резинка. Там тоже смазывайте вазелином, кремом. Я силиконовой смазкой смазываю. Помогает очень хорошо. Просто, что вот пока не перекосишь эту дверцу, как я говорил перед этим, все будет замечательно. Ну, и самое главное, после вот этих утоплений двух моих камер, я взял, плюнул на все эти вазелины. Да? Правильно вы меня понимаете? Видите, тут написано. Ой-ой-ой, что-то падает. Вот это, waterproof GoPro 7. Значит, это для семерки, такую же для восьмерки купил. Смотрите, какая прелесть. Старый, проверенный, китайский способ. Берете, семерочку, туда засунули, или восьмерку. У меня восьмерка есть такая же. Уже бокс уже есть. Все, закрыли, закрыли крышкой намертво, шлеп и все. Ваша камера будет жить долго и нудно. С вами вместе. Да, так вот, тут момент такой. В этом боксе, вы не забывайте, что он тоже не бесконечный, тоже не такой уж надежный. Вот это место, резинку вот эту вот, тоже смажете, как я говорил, вазелинчиком, или силиконовой смазкой. Кроме этого, здесь две кнопки. Но у многих боксов есть три кнопки и так далее, неважно. Вот они, эти кнопки, видите, раз, раз, раз нажимаются. И вот с этой стороны бах-бах-бах нажимаются. Вначале они работают хорошо, но я вам рекомендую. или капнут туда, буквально растительного масла, вот сюда, вовнутрь, в саму кнопку, с этой или с этой стороны. Как вам удобно? Нажмете, нажмете, капните, нажмете, капните. Или этой же силиконовой смазкой, для того, чтобы, там тоже пружинка и резиновая прокладка, для того, чтобы эта резиновая прокладка работала хорошо. Понятно, да? Ни в коем случае не машинным маслом. Повторяю, не машинным, а именно растительным, если жидко, либо силиконовой смазкой. Машинное масло иногда разъедает вот эти резинки китайские, которые там вставлены. Понятно, да? То же самое здесь, не машинным маслом. Так, с этим ясно. Это этот. И по поводу инсты этой. Фух, она классная. Я ею доснимал, доснимал все-таки все свои съемки с черепахами под водой Мексики, потому что эти две камеры понятно, да? Вот, я ясно выразился. А эта, зараза, тоже имеет, вот смотрите, одну крышку, которая вынимает батарею, вторую крышку, в которую заряжается она. И тоже эти крышки сделаны левой лапой. То есть, тоже там такие же тоненькие резиночки, тоненькая резиночка тут, ну, такое, знаете, вот эту, тю-тю-тю, тю-тю-тю. Ну, в общем, на один год хватило. Вот на этот сезон не хватило, я ею снимал сколько? Семь дней. Семь дней. Но, хранится, видите, она как? В закрытом состоянии. То есть, резинки сжаты. И эта резинка сжата, и эта. По-хорошему, надо открыть вот эту фигню, и эту вытащить, и чтобы резинки распрямились, и не были в сжатом состоянии, да? Ну, я уже там вазелином намазал, конечно. Вот, так я к чему? Что к предыдущим моделям производители уже выпустили боксы, аквабоксы. Как и такие боксы, только длинные. Вот, для этих камер. Потому что та же проблема. Люди жалуются, возвращают этим камеры, и так далее, и так далее. Ну, скажем так, замечания, или, скажем, жалобы. Потому что, это все потом, через год-полтора, начинает протекать. А если вы ныряете регулярно, то это для вас большая проблема. Понятно, да? Инстуя жду. Я проверил, еще не вышли для нее аквабоксы. Для этих-то вышли. Я смотрел, для девятой, для десятой даже модели УПР вышла уже аквабокс. Так что, все эти хорошие, ну, скажем, сказки, такие приятные сказки, о том, что это влагонепроницаемые камеры, забудьте. Резинки тонкие, вот эти, сделанные левым боком, они все равно начинают пропускать. У меня, считайте, с 19-го года одна камера, с начала 20-го, вторая. То есть, одна на третьем году, вторая на втором году. Ку-ку. В общем, вы поняли меня. Так что, берегите себя, берегите свои камеры, и я надеюсь, вам этот фильм очень поможет. Мне уже он помог. Я пока вам тут рассказывал, уже сам даже так поверил больше в это дело. Я верю в это. Удачи!